А вот энергетикам из города Лубны Полтавской области сейчас не до тарифов. Лубный газ подвергся рейдерской атаке. Несколько десятков человек под руководством народных депутатов от радикальной партии Олега Лешко и Игоря Масичука пытались захватить админздание этой компании. Наша съемочная группа побывала сегодня на предприятии. Все подробности расскажет Любовь Кукла. Нардепы Лешко, Масичук и полсотни тетушек. Это фотографии вчерашней попытки рейдерского захвата предприятия Лубный газ. Радикалы с подмогой приехали к зданию с самого утра якобы на митинг вернуть трубы народу. Хотя при этом пытались ворваться в админздание. Более того, о своих миролюбивых планах никого не предупредили. Причина конфликта далеко не в собственности, заверяют газовщики. Все намного банальней. Другое предприятие Глубный теплоэнерго, которое контролируется представителями радикальной партии, задолжало запоставленное топливо и не хочет возвращать долги. Сколько винны? Значит, за четырьмя судовыми решениями, которые есть официально в государственном регистре, они винны выключено за транспортирование больше 5 миллионов гривен. И где-то 2,6, точную цифру не скажу, 2,6 миллиона гривен – это штрафные санкции за несанкционированный выбор газа. Видимо, лучшая защита – это нападение, и радикалы решили не платить по счетам, а попросту отжать предприятие. Правда, в этот раз у них ничего не вышло. Пострадали лишь обычные жители. Из-за долгов Лубный теплоэнерго газовщики, а это почти полтысячи человек, уже год получают зарплату с перебоями и не в полном объеме. Задерживает, стабильно задерживает. Иногда что-то есть, но не в полном объеме, как говорится. Как живем, выживаем потихоньку. Сегодня уже на другом митинге, на который собрались работники Лубный газа, приняли решение. Будут обращаться в национальное антикоррупционное бюро. Расследовать коррупцию и рейдерство депутатов от радикальной партии и персонально Ляшка. Конкретно, что касается предприятия Лубный газ и теплоэнерго. Расследовать все зловживания с финансами теплоэнерго. Через что у людей в кольких районах нет горячей воды. А пока газовщикам приходится усиливать меры безопасности, ожидая очередного налета. Чего еще ожидать от тепловиков и нардепов-радикалов, никто не знает. Хотя далеко не у всех народных избранников так много времени для разъезда в по стране. Например, одного из членов радикальной партии, Андрея Лазового, завтра ждут в регламентном комитете парламента. Будут рассматривать очередное представление Генпрокуратуры о лишении его депутатского иммунитета. Любовь Кукла, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер.